Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами, как вы уже понимаете, мук-банк. В последнее время я немножко расслабилась, у меня было много работы на работе, поэтому каждый день выходила по одному видео, это, естественно, очень мало. Здесь у нас круассаны, как вы видите, не видно. Здесь вот такие вот зефирки, две штуки с крошем и барашем. С чаем это будем. И яичница, можно сказать, придуманная в детстве моим папой. Он всегда нам готовил такую яичницу, брат, и мы просто кайфовали. Мы брали кусок хлеба, просто здесь настолько много масла, и вот так вот макали в масло. Это очень вкусно. Кстати, во влоге покажу вам, как я ее приготовила. Нашла в магазине такой микс. Здесь что только нету. Огурчики, помидорчики. Даже алча. У нас была родственница. Сейчас просто вспомнила. И бабушка, как старшая, все как бы знакомят всегда своих парней с бабушкой нашей. И наша родственница привела парня, а он с собой как раз таки захватил консервированную соленую алчу. Но это чисто была случайность. Девушка очень любила алчу. И моя бабушка, как увидела у него в руках алчу, огромную банку, она сразу сказала, в первый раз он зашел к нам домой с кислой алчой. Это очень плохой знак. Вы сто процентов расстанетесь. Девушка сказала, да нет. Они хотели пожениться. Вы знаете, для меня был шок. Я человек несуеверная. Я во всю эту фигню не верю. Вообще никаким образом. А она как раз таки верила во все это. И вы знаете, где-то, наверное, месяца через 3-4 они расстались. Хотя два года вместе были. Парень был хороший, но не целеустремленный абсолютно. То есть его устраивало все, как сейчас. Просто запомнились мне эти слова. Каждый раз, когда я вижу кислую алчу, у меня сразу это... Я потом уточнила у бабушки. Говорю, а еще какие моменты влияют на отношения. Бабушка сказала, если, например, парень приносит... Ну, пока что парень, как бы, когда идет в гости... Например, ты попросила его купить лук по дороге. Это тоже очень плохой знак. Лук тоже нельзя. Так как у бабушки больше жизненного опыта, но очень часто мне что-то такое интересное рассказывает. Когда мою бабушку обручили с моим дедом... А он на деревне был видный жених, получается. Врач. В то время врачом быть было очень престижным. Да и сейчас тоже. Они, получается, ей подарили платок. Очень красивый, белый, с цветочками. И она пошла на свадьбу. На свадьбе Шунга. Много народа. Они стоят и смотрят, как танцуют другие. Потом она возвращается домой и видит, что вот этот вот платок кто-то разрезал. Сделал такую дырку. Прям видно, что ножницами разрезали. Бабушка очень долго плакала. Ей было немножко неприятно из-за того, что это подарок. И уже там дырка. С другой стороны, было очень любопытно, кто же это мог сделать. Вот эта ее подруга потом выяснила, что она это сделала. Она ей говорит, наверное, зацепилась где-то за дерево. Бабушка говорит, ну, если бы зацепилась бы, я бы, наверное, это почувствовала. В общем, после этого бабушка не особо верит в женскую дружбу. Мы всегда с ней, когда болтаем, я ей говорю, вот тебе попалась, например, плохая подруга. Не повезло. Это же не значит, что все такие. Это просто тебе не фортануло. Это безумно вкусно, моя хорошая. Я, конечно, соглашусь, что есть и такие. Или, например, в то время было очень круто рожать именно сына. То есть дочка, это было что-то не то. В то время на Кавказе считалось, вот парень, сынок родился, будет продолжать род. А девушка уйдет в чей-то дом, поменяет фамилию. Не радовались абсолютно, когда рождалась девочка. И бабушка у нее очень много сыновей. Вот из-за того, что она каждый раз рожала мальчика, столько завистниц было даже из-за этого, прикиньте. Когда бабушка рассказывает про свою жизнь, мне реально становится так как-то любопытно, что ли. Она говорила, у нас была почта. И вот на почте, надо было ехать на почту, занимать очередь. Например, на почте тебе говорили, приходите в четверг в 4.30. Например, ты приезжаешь в это время, чтобы просто поговорить по телефону со своими родственниками. Я говорю, разговор был ограничен, например, как в тюрьме, да? Давайте закругляйтесь. Бабушка говорит, нет, сколько хочешь могла говорить. Просто это вычитывалось из твоих денег, которые ты как залог оставляешь там на рецепшн, так скажем. А потом все, что осталось, тебе дают. Это, прикиньте, чтобы с родственником поговорить, ты должна где-то за неделю съездить на почту, занять очередь. и в конкретное время, если ты не сможешь быть там, все, твоя очередь профукана. йогурт, конечно, вообще обалденный. Так что вспоминаю все эти моменты. думаешь, блин, как мы круто живем, ребят. Взял, поболтал со своим молодым человеком часами. У бабушки была первая любовь, вы прикиньте, и они общались с письмами. Они учились в одном классе, и он был отличником, и она была отличницей. И они просто передавали друг другу записки. Бабушка очень хорошо знала математику и на контрольной. Она помогала ему решить какие-то задания. бабушка, говорит, в то время не сажали вместе мальчика и девочку. То есть девочки сидели на передних партах, а мальчики где-то сзади. Но в школу ходить были обязаны все. Были, говорит, семьи, которые говорили, что мы не хотим, чтобы наши дети получали образование. И там были проблемы с государством. Государство настаивало на этом. Там лимит был семь классов. Семь классов обязательно ты должен закончить. Я поражаюсь этим родителям, которые говорят, нет, я не хочу, чтобы мой сын учился. Пусть будет безграмотным. Бабушка говорит, родителям было поливать, сделал ты домашнюю работу или нет. Родители даже не спрашивали с тебя это. Она, конечно, мечтала поступить в универ, стать тоже врачом или учительницей. Но, к сожалению, домашние только и требовали с нее, что принести, например, дрова или какую-то другую работу выполнить. А еще очень смешной момент. Вот иногда бабушка смотрит на мой гардероб или на новинки, которые я покупаю. Сегодня вот посылка пришла с шин. Еще не распаковала, руки чешутся. И вот она так смотрит и говорит, а ты знаешь, в твое время я со своей сестрой делила один же жакет. Она училась в первую смену, я во вторую. Как только она возвращалась со школы, я быстренько-быстренько переодевала этот жакет. Если сестра бабушки где-то там задержалась, а на ней этот жакет, а моей бабушке уже надо в школу. Тут получался скандал. скандал, что почему-то не пришла вовремя. Я же тоже должна надеть этот жакет и пойти. Я говорю, что неужели там учителя не замечали, что вы в одном жакете. Она говорит, времена такие были. Ни у кого не было. это еще они были зажиточными. Прикиньте, военное время. Откуда на все это деньги? Было одно такое радио, по которому Сталин вещал о ситуации на фронте. и все. Зарядки мало, ребят. Мне уже камера мигает. Если вдруг выключится, знаете что? Зарядка села. Поэтому такие дела. не насчет одного жакета просто у меня нету сестры. Мне кажется, если бы у меня была сестра, мы также с ней спорили из-за одежды. Я бы сказала, не трогай мои вещи. просто на роде это называется жадностью. У нас это называется семья. Ну, вы представьте, мы в детстве с братом дрались из-за еды. Не то, что из-за шмоток. У нас просто гардероб был разный. Те вещи, которые носил он, не привлекали меня. Мама всегда ставила в пример наших соседей и говорила, смотрите, какие они дружные, вы как дикари. Мы как будто не родные. Однажды мне брат такой говорит, мне придется тебе сказать правду. Я говорю, какой... И он такой, ты нам не родная. ужасно ужасно ладили с братом в детстве. Ужасно. Из-за любой мелочи. Не то, что ругались, мы дрались. Я постоянно стукачила. Пыталась максимально собрать информацию и пойти рассказать родителям. Но это было на начальных этапах. потом он начал меня мочить. Я поняла, что так как-то невыгодно получается. Я имфу родителям. Родители еще мне не верят. Никакого вознаграждения за это не лупили брата. Заканчивались эти разборки, потом я получала. Вообще, мои хорошие, я наелась. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю. Целую. Пока.